Капитан клуба Симбирско-Берхов Алексей Цыганцов в роли зрителя. Это следствие красной карточки, которую защитник получил неделю назад в матче горожан против Авангарда. Тогда его команда неожиданно для многих уступила, посему теперь стремилась реабилитироваться перед своими болельщиками. О серьезности игры говорить, я думаю, смысла нет. Каждая игра сейчас у нас очень серьезная, ответственная. Просто нужно собраться, показать свою игру. Повнимательнее, пожалуйста, в оборонке, повнимательнее. И доигрывать все моменты. Под горячую руку лидеру чемпионата Ульяновска по мини-футболу среди клубов Суперлиги попался контактор. Крепкий середняк, сумевший в первом круге навязать горожанам борьбу, но уступивший со счетом 4-6. На сей раз один из фаворитов сезона встречу начал очень мощно и к середине первого тайма забил два гола. Сначала Денис Рахманов молнией убежал от опекуна на фланге и прострелил на дальнюю штангу, где Андрею Манышеву оставалось только подставить ногу. А еще через несколько минут Иван Кузнецов, пропускавший предыдущий матч с Авангардом, реализовал выход 1 на 1 после длинной передачи своего голкипера Дмитрия Красильникова. Вы не открывайте, мы все стоячие, поэтому и проиграем, поэтому и получили два гола сейчас. Ребят, нужно активно, сейчас высоко, нам терять уже нечем. Однако тайм-аут для игроков контактора прошел впустую. При этом право на ошибку от полевых футболистов перешло к голкиперу команды Дмитрию Долгову. Удар Марата Сафина не выглядел убийственным, однако страж ворот мяч в руках не удержал. 3-0 в первом тайме в пользу Симбирска на радость болельщикам и Алексею Цыганцову. Мне кажется, относительно легко складывается для нас. Главное, доигрывайте своими и все, будет результат. Конечно, не могу смотреть просто от игры, особенно своей команды. Очень виноват перед ней, что пропускаю по своей глупости. Но так уверен в них, все будет хорошо. Едва началась вторая половина, горожане упрочили преимущество. Команда реально играла в свое удовольствие. Очередная контратака была разыграна как по нотам. Денис Рахманов бросил по флангу Ивана Кузнецова, тот в касании отпасовал Андрея Манышева, и капитан после мхатовского замаха вколотил четвертый мяч. Контактору не помог даже вернувшийся из атаки в оборону нападающий Виталий Бомаков. У них все ребята футболисты, все опытные, друг друга понимают, и они, грубо говоря, видят друг друга затылком, играют на третьего движения. Ну, в принципе, все у них есть. Не зря они идут сейчас на первом месте. Забив дважды, капитан-горожан Андрей Манышев на этом не успокоился. В еще одну контратаку летела вся команда, а завершающий удар снова доверили десятому номеру. Он не подвел и оформил хет-трип. Я из-за травмы пропустил больше месяца, не играл, поэтому сегодня было очень важно выйти, забить. Очень рад, что удалось это сделать. В надежде что-то изменить, контактор произвел вратарскую рокировку. Вместо Дмитрия Долгова вышел Андрей Дубинин. Однако Симбирск этого даже не заметил и забил еще дважды. Сначала ударом в дальний верхний угол отличился Александр Попов, а затем точный выстрел удался Валерию Захарову. Лишь в последней атаке Виталий Брумаков распечатал ворота Дениса Андреева. Однако голу престижа не радовался ни сам форвард, ни его партнеры. Итоговый 7-1 в пользу Симбирска. Задумали их повыше встречать. Ну, немножко первых 10 минут немножко не упустили игроков. И за счет этого получили там быстрые голы. За этого, считаю, игра немножко надломилась. Ну, так вот получилось. 12-й тур оказался самым миролюбивым с начала первенства. Три матча из пяти завершились в ничью. Промерсурс впервые в сезоне разжился очками, отобрав их у авангарда. Также со счетом 2-2 сыграли Платон и Юниор. Погода и Кристалл по ходу очного противостояния успели попеременно полидировать в счете. Однако в итоге также не выявили победителя. 3-3. И, наконец, действующий чемпион Мобирейт уверенно разобрался и со Штальбургом, и с Динамо. 5-1. Хет-триком в этой встрече отметился Вячеслав Прибылов. Несмотря на обилие ничьих, в турнире на таблице изменений практически нет. По-прежнему Симбирска на 4 очка впереди Мобирейта, который отвоевал вторую строчку у Кристалла за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Лишь Юниору ничья пошла на пользу. За счет нее команда покинула зону вылета и поднялась на 8-е место. В списке бомбардиров по-прежнему большое превосходство Игоря Ахмедшина из Платона, который после 12-го игрового дня положил в свою копилочку еще один точный удар. Следующий, 13-й тур, 20 января, откроет заключительную треть чемпионата. И в нем сойдутся команды из первой тройки. Симирска-Берхов с отбывшим дисквалификацию Алексеем Цыганцовым встретится с Кристаллом. Фаворит очевиден, однако в мини-футболе, как и в жизни, всегда есть место к кристаллическому подвигу. Главное, чтобы игроки Кристалла об этом помнили. Начало встречи в 10 утра. Субтитры создавал DimaTorzok